В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. Начинается наша традиционная программа. Вас приветствуют Сидарита Пузлиева и Владимир Сметанин. Сегодня 6 декабря, вторник. Кстати, накануне 5 декабря было ровно 88 лет со дня переименования города Вятки в город Киров. 88 лет мы уже живем с этим названием. Но это я к тому, что историческую тему сегодня в ходе передачи мы тоже будем поднимать. Во втором часе после 13.00 гостями нашей студии станут представители научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области или, короче говоря, археологи. Поговорим о раскопках на территориях Лыновского крылья. Да, это такой большой пласт работы, привероченный к 650-летию. В 22, 23 и 24 году выделены, насколько я знаю, бюджетные деньги из региональной казны. И вот, собственно, археологи трудятся, выискивая новые артефакты, доставая их из глубин земли. Ну а темой для нашего первого часа стали в том числе многочисленные сообщения, жалобы в социальных сетях, что традиционно с большим удовольствием делают жители нашего города. Вот хочу сейчас немножко процитировать. Прошу обратить внимание, со вчерашнего дня не работает светофор на перекрестке Воровского-Сурикова, образуются большие скопления в час пик. Следующее сообщение. Установленный дорожный светофор на советском тракте на повороте на Посегово ужасно настроен. Советский тракт весь стоит, красный свет по главной дороге 65 секунд, зеленый свет всего 23 секунды. Это неправильно, возмущается пользователь. Следующее сообщение. На улице Лепсио, магазин Антей, неделю уже не работает светофор. Господа чиновники, вы ждете, пока под колесами автомобиля кто-нибудь погибнет. И дальше сообщение там с выключенными, видимо, замазанными лицензурными словами. Какой нехороший человек принял решение о выборе пропускной способности в секундах на светофоре на пересечении Комсомольска и Сурикова. Каким местом надо было думать, чтобы 26 секунд зеленый по Комсомольской и 48 секунд по Сурикова. Вот видите, в очередной раз жители нашего города, автомобилисты в первую очередь, жалуются на то, как настроены светофоры. И сегодня мы будем говорить на эту тему, в том числе с представителем администрации, представителем ГИБДД. Ну и, безусловно, все собравшиеся сейчас в студии пользуются автомобилем. Дарья. Михаил, я тоже пользуюсь. И наш гость, и наш коллега. Михаил Куликов, генеральный директор интермедиа. Коллега наш, автомобилист с многолетним стажем, как я тут подслушала, перед эфиром. Так что мы сегодня, Михаила, спрашиваем. Да, приветствуем Михаилу. В общем, действительно накипело в последнее время. Я, честно признаюсь, на неделе я практически последние недели не пользуюсь автомобилем. Ну, потому что нет такой потребности, надобности. В выходные, да, приходится там ездить по делам. Но даже гуляя по нашему городу, ну как гуляя, отвожу ребенка в садик, в школу провожаем и так далее, второго старшего ребенка, я прекрасно вижу, что происходит на улицах. То есть появились какие-то скопления там, где их раньше не было, на центральных улицах. Порой в неожиданных, кстати, местах. В неожиданных местах. И вот, ну, понимаю, что это зима, вроде как движение в целом немножко успокоилось. Водители себя аккуратнее, осторожнее должны чувствовать и вести. Но вот претензии к работе светофоров, они действительно есть. Михаил, что наблюдаешь ты непосредственно в последние дни? Ну, я на самом деле счастливый житель центральной части города, как и Владимир, очень часто хожу пешком. Это меня радует, безусловно, потому что те, кто живут в районах отдаленных, таких как ОЦМ, Филейка, на сегодняшний момент сложно, я знаю, уехать и по направлению, там, Победиловского тракта и так далее. Ну, их действительно достаточно жалко, потому что такое количество времени проводить в пробках, понимая расстояние нашего города, там у нас достаточно небольшой город по сравнению с мегаполисами, ну, мне было бы, на самом деле, очень неудобно. По Советскому тракту я выезжаю регулярно в этом направлении, убедился на своем опыте 20 с небольшим секунд по федеральной трассе, зеленый свет разрешающий, стоял порядка, наверное, получаса я в этой пробке, при этом это вечер, и несколько циклов работы светофора со стороны Пасеговского поворота, там, порядка 60 секунд, ну, элементарно, не было ни одного автомобиля, то есть Советский тракт, он просто стоит. Ну, то есть вот этот вот режим пропускной, на то взгляд, он ничем там не обусловлен? Ну, на мой взгляд, когда я еду по Советскому тракту, это действительно выглядит глупо, безусловно, я рад за жителей тех населенных пунктов, которые находятся вот по направлению Пасеговского поворота. Ну, которые выезжают с этого направления. Им стало удобно, безусловно, и это радует, но, может быть, всех участников дорожного движения, пешеходов, мы должны тоже понимать, там, есть свет зеленый, там, разрешающий для пешеходов, но зимой, вечером, порядка, там, 6-7 вечера, у меня большие сомнения, что, в принципе, бывают пешеходы, да, летом дачники, это важно, когда они идут со своими, там, сумками большими и тележками, но зимой-то вечером, откуда они, там, возьмутся, там, лес, давайте говорить об этом. Не видел ни одного человека, на самом деле, который бы проходил, поэтому я не хочу сейчас развивать вот эту вот эмоциональную составляющую вопроса, потому что в соцсетях очень много информации, я думаю, что и представители контролирующих органов их видят. Я больше за конструктив, потому что, поэтому и пришел в эфир. Я хочу понимать, ведь светофоры у нас не произрастают сами, как деревья не вырастают там. Из земли есть люди, которые их устанавливают, есть живой человек, который забивает в программу определенные цифры, ему кто-то ставит задачу, кто-то платит зарплату, у него есть руководитель, и он кому-то подотчетен. Вот в этом вопрос, если мы видим некорректную работу, что нам делать? Люди выливают свой негатив в соцсети, но наверняка есть какие-то иные формы взаимодействия, эффективные. Я так понимаю, что у негатива, собственно, две составляющие, да, то есть одна на непосредственно пропускной режим светофоров, и вторая на неработающие светофоры. По поводу неработающих светофоров администрация на самом деле предупреждала, что на момент замены этого светофорного объекта сам, собственно, светофорный объект работать не будет и не может. Вопрос, я так понимаю, по поводу Сурькова-Воровского, видимо, шел несколько глубже, потому что, судя по всему, светофорный объект заменили, светофор, но что-то пошло не так, и он стал отключаться, или что? Мы сейчас будем связываться с сотрудницей отдела транспорта, администрацией нашего года, города, да, и вот Дарья сейчас начала говорить о том, что происходит у нас со светофорными объектами. На днях администрация нашего города повестила нас о том, что в областном центре проходит, вернее, продолжается внедрение так называемой интеллектуальной транспортной системы. Насколько я понял, эта деятельность подразумевает собой несколько этапов, несколько блоков, и вот до 20 декабря, как сообщили нам чиновники, планируется в городе модернизировать более 80 светофоров на основных... 83, по-моему. Да, 83 на основных магистральных улицах. Что предполагает собой модернизация? Это установка новых корпусов, замена кабеля, замена контроллера, это, видимо, мозги, да, вот, светофоры, которые непосредственно отвечают за переключение фаз, электронные регулировщики, а еще и детекторы транспортного потока планируется как-то... Я понимаю, что основная-то часть работы, это как раз-таки вот этот детектор транспортного потока. То есть, как я поняла, ради него все затевается. То есть это и есть вот та интеллектуальная система, которая должна... Ну, часть, вернее. Все регулировать, часть. Светофоры станут умными. Да. Они будут понимать. Ну, как я понимаю, детектор транспортного потока — это некое устройство, которое вот как раз и оценивает, насколько много единиц транспорта скопилось на перекрестке, да, и в зависимости от этого уже фазу нужно переключать, да, либо к тем красным горит, либо этим зеленым горит. Ну, вот сейчас наш редактор, надеюсь, уже набирает Татьяну Вотинцеву, сотрудницу отдела транспорт-администрации. Хотелось бы вот поговорить об этой интеллектуальной системе. Вообще о ее внедрении у нас говорится ведь очень-очень давно. Ну, вот как раз мы сейчас до начала беседы в эфире начали вспоминать, что так или иначе отдельные элементы уже были, да, у нас. Вот, но насколько я помню, на перекрестке вот Московской Октябрьского проспекта какая-то подобная система была, которая должна была как-то саморегулироваться, но она вступила в конфликт с какой-то другой программой, и в итоге эту умную систему отключили. Как нам также рассказывают в областной администрации, подобные или, может, даже аналогичные интеллектуальные транспортные системы действуют уже давно в других городах, якобы они показали эффективные, положительные результаты работы, ситуация на дорогах там улучшилась. Что конкретно у нас будет еще внедряться, возможно, у нас будет какая-то своя специфика, пока еще не ясно. Информации достаточно мало, и вот мы считаем, что вот этот информационный пробел надо, безусловно, устранять. Ну, не все же жаловаться, да? Ну, не работает, не работает. Вы хотя бы нам расскажите, к чему мы идем-то? Безусловно. Я еще не могу не отметить, появление новых светофоров в городе определенно радует, но светофоры становятся красивыми. Их видно... Светодиодные, более яркие. Светодиодные, яркие. Их видно в любую погоду, в любое время суток, и это очень важно, и это классно на самом деле. Приятно ездить по таким дорогам. И дороги становятся более качественными. Мы не можем отрицать, что у нас хорошие дороги появляются. Особенно радует, когда есть табло вот этого обратного отсчета. Это прям хочется ехать и кричать «Спасибо!». Спасибо, что я еду по той полосе, на которой 60 секунд. С табло обратного отсчета у нас тоже есть. Были определенные проблемы, насколько я помню, в последнее время. Где-то их включали, где-то снова отключали. Потом автомобилисты и пешеходы массово жаловались. Верните обратно, ну, согласитесь, очень удобно, и это прямая связь с безопасностью. Пешеходам особенно, потому что пешеходов постоянно ругают, что «А зачем ты побежал на середине зеленого? Нужно было бежать в начале». Да ко мне, как понять, что это середина зеленого, а не его начало. Но на новых перекрестках сейчас есть табло, и это здорово. Да. Татьяна... Я прошу прощения, Михаил. Татьяна Вотинцева с нами на связи, сотрудник отдела транспорта администрации Кирова. Татьяна Николаевна, добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Очень рада, что вышли с нами на связь. Многое уже написано в последние дни о внедрении интеллектуальной транспортной системы на улицах нашего города. И также все-таки немало вопросов остается, да, что представляет собой интеллектуальная транспортная система. Как мы поняли, то, что сейчас происходит со светофорами, их модернизация, там, докомплектование и так далее, это вот часть как раз этой программы. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что сейчас происходит. Построение интеллектуальных транспортных систем в городе требует сбора информации. Как правило, это анализ транспортного потока, моделирование трафика, обмен данными и управление дорожными движениями и транспортными средствами. Как раз для работы интеллектуальных транспортных систем создаются необходимые в настоящее время подсистемы, благодаря которым будет вестись обмен данными между Центром управления дорожным движением и всеми ее компонентами, а также между ее отдельными элементами. Татьяна Николаевна, а вот это вот светофору вот с этой интеллектуальной системой уже где-то заработали? Вот, чтобы понимать, я не знаю, проехаться, посмотреть. В городе Кирове сейчас в настоящее время выполняются работы по модернизации светофорных объектов. Сегодня в настоящее время с 10 часов дня была произведена модернизация светофоров в районе Романа Ердякова, Солнечной Московской и на Украинской Чистокузненской. Там предусматривалась замена кабельного хозяйства, установка новых контроллеров, секций и АПК-детектирование. То есть это детекторы транспорта, которые предусматривают мониторинг транспортных потоков. А вот расскажите поподробнее, для чего эти детекторы? Ладно, устройства их не будем обсуждать. Это, видимо, какая-то электронная штука. А суть ее, в чем цель? Она должна отслеживать и фиксировать количество транспорта, скопившееся на перекрестке? Или в чем задача заключается? Сейчас обычные светофоры работают по простейшей программе. Ну да, то есть заложенный какой-то алгоритм. Длительного времени, да. Решение о том, сколько должен гореть зеленый или красный сигнал светофора, принимает человек в настоящее время. В нашем случае умные светофоры за счет детекторов транспорта будут контролироваться компьютерами. То есть следить за трафиком и может подстроиться под дорожную ситуацию. Самостоятельно менять продолжительность красного или зеленого сигналов светофора. Таким образом возможно растворить пробки, разогнать движение, организовать зеленую волну. Такие светофорные объекты самостоятельно мониторят дорожную ситуацию и адаптируются к ней на основании поступающих к ним данных. То есть, да, чем больше машин на перекрестке, тем фаза, да, одна светофора, она работает дольше, предположим. Если скопилось побольше, зеленый, значит, будет гореть, простым языком выражаясь, подольше, да? Да, все верно. И все это делается самостоятельно. То есть техника компьютерная задает как раз вот этот плавающий режим работы, да? Это будет делаться. Все мы делаем сейчас для того, выполняем работу для того, чтобы это у нас появилось наконец-то. Ну, то есть светофоры, которые вновь установлены у нас сейчас на новых перекрестках, они уже полностью соответствуют вот тем новым стандартам, о которых вы говорите, правильно? Просто они еще не подключены к общей системе, но там уже все установлено, да? Нет, в настоящее время выполняются работы по установке нового оборудования, по замене кабельных линей, ну и тому подобное. То есть в настоящее время у нас только 10 на 10 адресах модернизированы светофорные объекты в рамках других муниципальных программ, нежели ИТС. Они уже более-таки современные. Они имеют детекторы транспорта, они имеют новые контроллеры, новые корпуса. Ну, да, 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 мы поняли. Да, мы просто сейчас пытаемся выяснить вопрос. Вот эти детекторы, контроллеры дали одним светофором, они уже начинают самостоятельно работать или они заработают только тогда, когда все работы будут завершены? То есть когда цепочка будет уже образована. Какой вариант? Да, все верно. Когда установят вот это оборудование и оно будет интегрировано в базу данных, будет передаваться информация в Центр управления дорожными движениями, все это вместе интегрируется. И после этого только заработают наши светофоры умные. А когда это по срокам, да, произойдет? По срокам до конца декабря. Это первый этап по контракту предусмотрен. В принципе, в целом объем работ запланирован до конца 2023 года. Ну, вот то, о чем мы говорили, что это пока один из этапов, да, модернизации. Так, подождите, все же уточнить. Вот сама вот эта интеллектуальная система, которая оценивает транспортные потоки на этих перекрестках, которые были упомянуты вот в пресс-релизе администрации, она когда планируется, что она заработает? К концу текущего года. Первый этап. Будут внедрены светофорные объекты. А второй этап что подразумевает? Он будет подразумевать развитие светофорных объектов, то есть дооснащение Центра управления дорожным движением, модернизация последующих светофоров и установка на них оборудования необходимого. Все мероприятия, они проводятся в рамках, ну, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспорта. И предусматривают определенные уровни зрелости. И как раз город Киров, он предполагает необходимые показатели для достижения этих уровней зрелости. И в рамках мероприятий, которые уже распределены и установлены Министерством транспорта, мы потихоньку, постепенно внедряем оборудование, достигаем уровней. Не сразу целиком все это делается, а поэтапно. Ну вот, в частности, в начале этого года, уже практически год назад, администрация городская нас информировала о том, что частью этой интеллектуальной транспортной системы станут еще и несколько информационных табло, которые планировалось разместить на въездах в областной центр. Эти информационные табло должны предупреждать водителей о погодных условиях, о скоростном режиме, о ситуации на дорогах. Ну, это понятное дело, благое дело для того, чтобы заранее участников дорожного движения проинформировать, какая обстановка в городе, и, собственно, вести себя в соответствии с этой обстановкой. Татьяна Николаевна, известно, будет ли это внедрение тоже вот этих задумок? К сожалению, нет. Нет. Скажу вам честно, методические рекомендации поменялись, внесены изменения в текущем году в мероприятии по достижению уровня зрелости. Если раньше методикой была предусмотрена установка таких табло, то в настоящее время это не предусмотрено. О, жаль. Татьяна Николаевна, еще момент по поводу жалоб, которые в соцсетях сейчас поступают. Особенно достается перекрестка Воровского-Сурикова. Я так понимаю, там периодически отключается светофор. С чем это связано? Подрядная организация частично модернизировала светофорный объект, влила в диаграмму старого образца. В настоящее время сотрудники управления дорожной парковой инфраструктуры прорабатывают вопрос о том, чтобы оказать помощь подрядчику. И в ближайшее время диаграмма будет настроена, светофор работать будет в оптимальном режиме. Это, видимо, какое-то программное обеспечение, да, то есть... В чем проблема? Подрядчик не может что-то настроить или что? Старая, видимо, предыдущая версия. Оборудование новое, со старым могут подружиться, скажем так. А, старая история. Программное обеспечение, видимо, новое, оборудование старое. Вот, соответственно, конфликт возникает и необходимо... А это проблема только вот на одном этом перекрестке или это системная какая-то проблема? Ну вот я могу ответить уже на твой вопрос. Я сегодня с утра увидел, что те же самые проблемы или похожие проблемы у нас возникли на перекрестке улиц... Так, Кирова... Ленина и Мопра, по-моему. Ленина и Мопра. Да, да. Да, да, да. Вот Татьяна Николаевна подтверждает. Мы об этой проблеме знаем тоже. Всех проинформировали. И сегодня, я думаю, что все будет устранено. Ну там еще школа, там, Линтех, 28-й, Ленина, такой район. Ну, эта проблема, Татьяна Николаевна, она решаемая, да? То есть специалисты понимают, что сделать, чтобы ее решить? Конечно. Вот сейчас подбираемся, наверное, к ключевому, наверное, важному вопросу. Вот понятное дело, что работа это очень важно и нужно. Там большие финансовые средства фигурируют. Все-таки федеральная программа. И все-таки, что должно являться конечной целью вот этой всей работы? Хорошее продвижение, да, автомобилей, то есть свободные перекрестки, как можно меньше заторов, как меньше пробок или что-то иное. Соблюсти параметры программы, там, отсчитаться. То есть как мы потом будем судить об эффективности проделанной работы, Татьяна Николаевна? Скажите, пожалуйста. В итоге подразумевается. Создание интеллектуальной транспортной системы позволит уменьшить время нахождения водителей в пути, снизить расход топлива, количество вредных выбросов в атмосферу, повысить безопасность движения, ну и комфортность использования общественного транспорта. Вот это, наверное, такие ключевые моменты, которые я хотела бы обозначить. То есть в конечном итоге все равно речь идет о людях, о водителях, о пассажирах, чтобы они как можно меньше простаивали, с комфортом передвигались по дорогам. И, кстати, могут ли сами жители города вносить какие-то коррективы с просьбами обращаться? Ну вот настроили так, вроде и программа подошла, и оборудование новое, но вот все равно не устраивает что-то участников дорожного движения. Можно будет в администрацию с предложением обратиться? В работе по оптимизации текущей организации дорожного движения в городе Кирове в рамках создания интеллектуальной транспортной системы были уже жалобы и обращения жителей на протяженные транспортные заторы. В первую очередь были выбраны магистральные улицы, это улица Ленина, улица Московская, Воровского. Ну, конечно же, мы всегда выслушаем, устраним все недостатки, рассмотрим. Тут, знаете, Татьяна Николаевна, вопрос-то в том, что это же интеллектуальная система, она вроде как автоматически будет все делать. И тут получается, что если у людей что-то не устроило, в ручном-то режиме ведь регулировать-то это не получится? Нет, там существует, при создании интеллектуальной транспортной системы, существует несколько режимов. И один из них есть ручной. В случае необходимости какой-то там чрезвычайной, допустим, ситуации, либо реально на данном участке уличной дорожной сети не позволяет интеллектуальная система создать безопасные условия. Соответственно, можно обратиться к компьютеру, посмотреть, проанализировать, как там запрограммировано оборудование, и исходя из этого вручную попробовать оказать помощь нашим жителям. У нас есть еще полтора минуты, знаете, какой вопрос интересует? Вот не раз уже прозвучало, это словосочетание, центр организации дорожного движения у нас будет сформирован в городе. Центр управления дорожного движения. Да, что это за структура? Это какое-то подразделение на базе отдела транспорта? То есть офис, люди за компьютерами, которые видят обстановку реальную на перекрестках, на дорогах? Так мы себе это представляем? Ну, вот, по примеру, Москвы, например. Как это будет выглядеть? Как он будет работать? Центр управления дорожным движением, он предполагается, что будет размещен на Пятницкой улице. Это на базе центральной диспетчерской службы. Там будут созданы рабочие места, находятся операторы управления дорожным движением, которые будут непосредственно наблюдать и контролировать, принимать сигналы. Ну, всю работу, да, обеспечивается. Цель, понятно, да, отслеживать в режиме реального времени и действительно реагировать на возникновение каких-то проблемных ситуаций. По срокам создания этой структуры уже известно, когда она должна появиться? Создание интеллектуальной транспортной системы, оно пройдет одновременно с созданием Центра управления дорожным движением. А, ну, то есть вот в течение... Параллельно, да, эта работа будет... В течение 2023 года, да, еще работы будут продолжаться, и в течение этого времени должно и состояться, да, появление этой структуры. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Татьяна Вотинцева с нами была на связи, сотрудник отдела транспорта администрации Кирова. Ну что, всем понятно, да? Примерно через год все свои жалобы, все свои претензии сможем направлять вот в этот Центр организации дорожного движения. На этом завершается у нас первая часть передачи. Спасибо участникам. Продолжаем говорить о дорожной обстановке в Кирове. Вы слышали много сейчас, да, информации от представительницы администрации, внедрения интеллектуальной транспортной системы. Вот тебе стало понятнее, что происходит? Ну, слушай, с одной стороны стало понятнее, с другой стороны у меня все равно остались вопросы. То есть, условно говоря, вот, например, этот Центр управления движением, да, вроде бы, ну, в моем понимании, он должен был уже работать к тому моменту, как заработают все светофоры. И он должен руководить, да, вообще всем этим процессом. Хотя бы следить. Ну, то есть смотреть, а все ли там корректно работает. Как Татьяна Вотинцева нам сейчас объяснила, сотрудник отдела транспорта администрации Кирова, вот создание вот этого Центра управления, это не какая-то сиюминутная вещь, да, которая появится тоже там к концу года. То есть на это есть еще весь 23-й год. То есть, получается, будет какой-то вот период, какой-то люфтик, когда интеллектуальная система будет, ну, надеюсь, работать, работать, а людей специальных, которые... Ну, которые будут заниматься непосредственно до этой ежедневной работой. Да, у которых есть какие-то компетенции, да, в этом вопросе, их еще не будет? Ну, можно в том числе и такой нюанс, да, предположить. Ну, по крайней мере, да, сейчас можем только гадать, во что это выльется в конечном итоге. Ну, лишь бы еще раз повторюсь, действительно все сказалось на увеличении, да, вернее, на улучшении дорожной обстановки. А пока об улучшении во многих местах приходится только мечтать. Вот, кстати, к нам сейчас присоединится еще одна наша гостья. Да, мы подключаем сегодня автомобилистов, да, со стажем. Наталья Поздышева с нами на связи, основатель агентства ЛИСА, люди из связи, блогер. И, как я уже сказала, автомобилист с многолетним стажем. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. У нас есть пара минут. Буквально, Наталья, ваша оценка, как водителя, что происходит на улицах областного центра. Нравится вам это или не нравится? Замечаете вообще, да, Вы знаете, на самом деле, я в последнее время, такая небольшая ремарочка, что я достаточно терпеливый, добрый человек, если пишут он только о каких-то хороших событиях в нашем городе. Но ситуация, которая в последнее время сложилась у нас со светофорами, она просто не укладывается ни в какие логические характеристики. К терпению не располагает. Я не понимаю. Да, то есть началось все с советского тракта. Поворот на Пасегово, то есть там таким образом настроили, что стали образовываться пробки, когда там раньше вообще пробок не было. То есть те, кто едет в город, было настроено на 23 секунды, а те, кто поворачивал с Пасегова, 65. Ну, то есть логики нет никакой. И такая же ситуация повторилась на перекрестке Т-образном Сурикова, вот это, как я называю, новые хайвэи выстроили, и Комсомольской, да, тоже никогда там пробок не было. И, соответственно, потому что поставили светофоры, и очень странная, на самом деле, настройка по времени тоже создала проблемы. И потом все это исправляют, и у меня самый главный вопрос, почему это нельзя сделать сразу по-нормальному. Вот это самый главный вопрос. И, конечно, я записывала видео, публиковала все на стиле ВКонтакте, отклики просто колоссальные. То есть люди, на самом деле, все и страдали, все, не понимая, да, такая же ситуация была на перекрестке Попова-Щерца, тоже были постоянные пробки, потом это все перенастроили. Такая же ситуация производственная Щерца по коже перекресток. Там еще очень много писала мне людей, что, ну, вот таких вот непонятных, именно нелогичных действий со стороны служб, которые настраивают светофоры в нашем городе, это, ну, просто какая-то критическая уже масса. А вот смотрите, да, Наталья, вот эта система, которую сейчас внедряют интеллектуальная, она подразумевает, ну, в принципе, да, что все вот эти процессы будут происходить в автоматическом режиме. То есть там есть какой-то ручной режим на случай какой-то чрезвычайной ситуации, но вообще фактически вот этот детектор транспорта от потока, он должен сам все оценить и установить необходимый пропускной режим. Вот как думаете, в Кирове подобное, как заработает, не заработает, есть какой-то, я не знаю, Нам не с чем сравнивать, к сожалению, но мне лично не с чем сравнивать, как в других городах это настроено. Да, ну, пока непонятно. Ну, вот я видела, что на советском тракте, ну, там вручную просто уже сверху вот это все-то поубрали, там уже провода торчали, которые показывали неправильное время. Поэтому хочется верить, чтобы все было хорошо. Я понимаю, что это все делают во благо, да, чтобы все было хорошо. Но почему-то получается, как обычно, не всегда очень хорошо. Анатолий, скажите, да, чтобы так понимать по-человечески, насколько увеличилось в последние дни, недели время вашего пребывания за рулем? Хотя бы по ощущениям. По ощущениям простаивания в этих заторах. Вы стали чаще куда-то опаздывать или приходится на час, на полчаса пораньше, да, выезжать, зная о том, что вот в определенном месте встанешь и приходится, и придется, да, стоять. Ну, нет, конечно, сейчас еще и тем более зима, соответственно, и так пробки были, а сейчас они еще, скажем так, усугубились. Но уже понимаешь и выстраиваешь маршрут и стараешься, когда объезжать эти вот, как это сказать, светофоры с умными, точнее, перекрестки с умными светофорами и каким-то образом это все пытаешься по времени нивелировать. Вот, поэтому... Я на самом деле абсолютно так же... Я не понимаю, на самом деле, зачем поставили светофор на вот этом Т-образной перекрестке Комсомолки и Суриково. То есть есть гораздо более проблемные перекрестки, где эти светофоры необходимы. Здесь вот совершенно не нужно. То есть сам поток, который идет по Суриково, он очень маленький, то есть он небольшой, этот поток автомобилей идет. Я вспомнил, да. Там они вполне могут справиться. Я вспомнил, как раз и проезжал этот новый перекресток в выходные. У меня претензии-то больше не к светофорам, а вообще претензии вообще к этому месту. Ты спускаешься туда по Комсомольской, по Суриково спускаешься и упираешься в бетонную стену. Узкая Комсомольская, широкая Сурикова вливается в нее. И, ну, это просто... Я там езжу очень часто, и вот я тоже не совсем вообще понимаю, что происходит на этом перекрестке. Действительно, очень странный. Спасибо большое, Натали. Натали Поздышева с нами на связи. Была основатель агентства ЛИСА, люди и связи, блогер. Но вот я знаю, что... У нас есть еще полторы минуты, и мы не завершим эту тему, да, в этом часе. Еще представители ГИБДД, в частности, у нас будет уже после часа. И я в чем хотела сказать, что я абсолютно согласна с Натали. Я тоже стараюсь объезжать эти перекрестки. То есть я когда выезжаю из дома, я думаю, так, вот там поставили дополнительную секцию, туда я не поеду. Здесь не было никогда в жизни пробки, сделали секцию какую-то. Беда-то в том, что не ты одна планируешь объезжать эти места. И когда массово все начнут объезжать и начинают это делать, пробка создается в другом месте, да, там, где ее, по идее, быть бы и не должно было. Кстати, есть еще некоторые пункты, о которых нас информировала администрация. Вот когда говорилось нам о начале внедрения этой интеллектуальной транспортной системы, о четырех таблое я сказал, да, которые планировалось установить на въезде в город. Еще хотели ставить у нас датчики экологические в разных районах города. И, кроме того, почти 400 камер телеобзора на перекрестках собирались установить. Три мобильных метеостанции. Они должны в режиме реального времени передавать подрядным организациям, которые у нас чистят дороги, в частности... Как будто какие-то выжимки из книг по фантастическим сейчас вообще не зачитываешь. Ну да, «Город будущего», да, называется книжка, да. Информацию должны передавать о виде и количестве осадков, температуре воздуха. В общем, все это должно было способствовать более качественной уборке. Да, а что? Информация о виде и количестве осадков. Ну вот, например... То есть ты едешь и такой, так, а что же у нас идет с неба? Снег или дождь? Да-да-да. Смотришь на табло, снег. И еще один пункт в рамках этой интеллектуальной системы. Еще и хотели создать приложение для мобильных телефонов, чтобы каждый из нас едел и видел, какая обстановка в Кирове дорожная, где, возможно, аварии произошли, с какой скоростью следует двигаться, чтобы попасть в зеленую волну. Я когда это прочитал, у меня сразу возник вопрос, за рулем телефоном пользоваться нельзя. Зачем мобильные приложения? Такие мелочи, Владимир. Ну, понятно, можно прикрепить смартфон, но все-таки велика будет вероятность того, что ты схватишь его, когда будешь перелистывать данные. А это уже запрещено. Предлагаю завершить эту часть. С тему не заканчиваем, потому что с ГИБДД еще пообщаемся после перерыва.